Юлия Жданова. Своя чужая жена. Читает Виктория Томина. Глава первая. Начало двухтысячных. Лена Голубева, отработав очередной рабочий день, не торопилась домой. Женька сегодня обещал забрать севку из сада. Она решила прогуляться. Путь домой шел через парк. Хоть воздухом подышать, подумала Лена, целыми днями в офисе. Тем более в магазины еще надо зайти. Господи, вечно все в доме съедается вмиг. Уже и не знаешь, что приготовить. Женька работает дома, и он постоянно ныряет в холодильник. Севка просит каких-то вкусностей. Настя тоже стала есть выборочно. Уже гречка с сосисками не прокатит. Да и если бы еще зарабатывали миллионы, а то ведь на машину кредит брали, накопить не получалось. Еле отдали, очень туго пришлось. Ладно, хоть квартира у них своя, от бабушки ее осталось. А ведь люди вон какие ипотеки берут. На много лет, не дай бог. Она надела пиджак и вышла на улицу. Лена работала риэлтором. Целыми днями в их конторе был шум и гам. Сделки, показы, договора, совещания. Сегодня только более-менее спокойный день, короткий, так как надвигались майские праздники. Коллеги звали ее с собой праздновать, но Лена отказалась, а сейчас уже жалела об этом. Коллектив у них был хороший, дружный. Все четко знали свои обязанности, тепло общались друг с другом, помогали, отмечали вместе праздники. Лена работала там уже шесть лет. В этот раз коллеги забронировали какой-то коттедж за городом. Намечались вино, шашлыки и танцы. А она отказалась, потому что как же. Одно дело корпоратив в кафешке городской, потом сразу домой. А это за город. На два дня. Одной. Да Женька не согласился бы ни за что. У них в семье это было не принято. Да и вообще, как они без нее? Впереди длинные выходные. Нужно бы дома хоть убраться, окна помыть, а то вечно на это не хватает времени. Приходит с работы, готовит что-то быстро, потом гуляет с собакой, немного телевизора и спать. Как чертов робот. А Женю с места не сдвинешь, отговаривается работой. Настю уговаривать помочь – это очередной скандал. Уже не знаешь, что делать с этими подростками. Огрызается, грубит, считает себя взрослой. Ага, а как матери помочь, так не взрослая. Лишь бы из дома умчаться. Ничего не хочет. Ладно, хоть учится нормально, без троек, как она сама в свое время. Лена вздохнула. Все всегда на ней. Одной. Как это случилось, что она взвалила все на свои хрупкие плечи и тянет? Сначала ей как-то нравилось, что она все может решить, договориться, приготовить. А потом это все как-то вошло в привычку. Женя не возражал, предоставлял ей это. Умеешь – делай. Помощи не стало никакой. Ни от кого. Как произошло, что все домашние, ну, кроме Севки, конечно, все едут на ней? Опечаленная перспектива их не отдыха в праздничные дни, как ей того хотелось, а генеральной уборки Лена брела домой. А что дома? Муж вечно за своим компьютером в наушниках. Никого не видит и не слышит. Женя работал внештатным корреспондентом, писал статьи на заказ. Раз в неделю только ездил в офис на совещание. Ну и за зарплатой своей огромной. Они сто лет с ним уже не разговаривали нормально. Ему все некогда. Настя постоянно с друзьями. Теперь еще и парень у нее появился. А у Лены только Севка и собака. Все всегда было для них, для ее семьи. Сначала для той, в которой она родилась. Теперь для той, которую создала. Вот всегда чего-то от нее ждали, хотели. Лена чувствовала себя, как в какой-то тюрьме. Сначала ее муштровали родители, а потом вышла замуж. И ей уже 35 лет. Когда же она будет жить так, как сама хочет? Лена Евстифеева всегда хорошо училась. Ее родители не допускали и мысли, что дочь не поступит в институт. Поощряли ее всячески. Как же, она у них одна дочь. Умница. В музыкальной школе учится, прекрасно рисует. Ее папа, Борис Николаевич, почему-то всегда говорил, что у нее большое будущее. Она в итоге поступила на юридический, как того хотел папа. Он сам работал юристом в одном из ЖЭКов. И мечтал, что его дочь станет адвокатом. Мама Татьяна Федоровна всегда говорила о престиже. Сама она не закончила вуза. Не было такой возможности. Лена как раз думала, что желание. И надеялась, что дочь пойдет по отцовским стопам. Станет адвокатом. Частным. Вот все ее знакомые попадают. Уважение. Ну и профессия денежная. Взял несколько дел, закончил, получил. Еще ни один адвокат плохо не жил. У самих у них заработки не ахти какие. Татьяна Федоровна работала в городской поликлинике в регистратуре. Но для дочери, для учебы они ничего не жалели. С Женькой они познакомились, когда Лена поступила в институт. Целый год почти ездили на одном автобусе, и он все смотрел на нее. Он ей тоже очень понравился. Она смущенно отворачивалась и делала вид, что смотрит в окно, и улыбалась. Потом не выдержал, вышел на одной остановке с ней и подошел знакомиться. Женька оказался старше ее на пять лет, уже закончил институт. Это были первые отношения Лены. До Женьки она никогда никого не любила. Да и женихи-то как-то в очереди не стояли. Одноклассники внимания не проявляли, считали Лену скучной и зубрилой. Да и не родилась она красавицей, обычная девушка. Прямые тонкие волосы, широко расставленные глаза, родинка над верхней губой и фигура, предмет постоянных переживаний юной Лены. Массивные бедра, крепкие, явно не балетные щиколотки. И те, и другие она всегда старалась спрятать под широкими брюками, и при этом нулевой размер груди, тонкие руки. Низ Лена скрывала, а вот верх старалась подчеркивать. Хорошо, что сейчас появились эти пушапы. Даже после кормления двух детей ее грудь увеличилась только до единички. Но что-то Женя в ней все же разглядел. Лена, не веря своему счастью, все потом спрашивала, за что он ее полюбил. А Женька, смеясь, отвечал, что за ее живые зеленые глаза, белозубую улыбку. Тогда они были так счастливы. Не разлучались практически. Он встречал и провожал ее с института. Они старались каждую минуту проводить вдвоем. Гуляли. Лену захватило чувство. Она окунулась в него с головой. Ох и ругалась тогда Татьяна Федоровна. Боялась, что Лена забросит учебу, забеременеет, да мало ли. Но Лена свои обязанности знала четко. Родители всегда отвердили, что без высшего образования сейчас никуда. Она это понимала. И институт обещала закончить. Потом уже все остальное. Но когда Лена окончила второй курс, у нее сложилось стойкое ощущение, что не ее это все. Неинтересно. Она не знала пока, в какой профессии хотела бы себя видеть, но точно не юристом. Но учиться продолжала. Обещала же. А она была дисциплинированным человеком. В общем-то, так и случилось, как говорила мама. Лена забеременела. Эта внезапная и незапланированная беременность дочери повергла в шок ее родителей. Татьяна Федоровна заламывала руки, проклинала Женьку и кричала, что она так и знала, и что их встречи добром не кончатся. А Лена, сжав губы, думала, что если бы мама хоть что-то ей объяснила про отношения мужчины и женщины, то этого бы, вероятнее всего, не случилось. Но Татьяна Федоровна всегда обходила такие темы стороной, считая, что нечего голову забивать девочке глупостями, об учебе нужно думать. Борис Николаевич тоже был обескуражен. Но что делать, когда уже беременность есть? Прерывать Татьяна Федоровна категорически запретила. Вдруг потом детей не будет. Отец вынужден был согласиться с ней. И тогда Евстифеевы вызвали Женьку на разговор. Тот давно уже уговаривал Лену пожениться и очень обрадовался беременности. Теперь точно поженятся. Они познакомили родителей и стали готовиться к свадьбе. Лена с содроганием вспоминала свою жизнь в то время, когда она родила Настю. Трудно было. И материально, и морально, и физически жили у Женьки. Мама сказала, захотела замуж, иди жить к мужу. Да и правда, куда им? У них хрущевка двухкомнатная. Разве разместились бы там Лена, Женька, Настя, родители? У Женьки квартира была такая же, но он жил там с мамой. Комнату она отдала им. Было очень трудно одновременно учиться и ухаживать за грудным ребенком. Лена в перерывах между лекциями бегала домой кормить Настю. Хорошо, что свекровь помогала. Но институт она закончила, как того хотели родители. Время шло. Когда Настя окончила первый класс, Женька подарил ей собаку. Их лабрадора Робина. Не спросив. Сюрприз сделал. А Лена только что родила севку. Ну какая собака, когда в доме младенец? Женя быстро наскучила выгуливать его, а Настя была еще слишком мала, чтобы удержать такую большую собаку. Все легло на плечи Лены. А Женя тогда работал в газете и часто пропадал на работе. Лена, чертыхаясь, обреченно брала коляску с севкой, поводок с Робином и шла гулять два раза в день в любую погоду. Но ничего, пережили и это. Уже и севке семь лет, Насте пятнадцать. У каждого из них своя жизнь, свои интересы. Каждый мог накормить себя сам, занять. Лена нужна была только Робину. И ей иногда казалось, что понимает и любит ее в семье их, только этот самый Робин, который, положив морду ей на колени, смотрел на нее своими печальными карими глазами. Лена вздрогнула. В кармане плаща запищал телефон. — Елена Борисовна, — раздался в трубке голос воспитателя, — вы севочку забирать будете? У нас тоже короткий день. — А разве его не забрал отец? — удивилась Лена, подавив внутри досаду. — Женя, блин, обещал же. — Нет, всех деток уже забрали. Сева сидит один, — торжественно сообщила воспитательница. — Бегу, — коротко сказала Лена, нажала на отбой и побежала в сторону сада. С мечтой о беззаботной прогулке пришлось расстаться. Глава вторая Лиза, вернувшись домой с работы, снова обнаружила мужа спящим. Сережа мирно спал, а Лиза недовольно подметила, что возле дивана стояла пара пустых бутылок пива. Нормально все. Отдыхает человек. От всего. Она работает, а он, мало того, что никак не может устроиться, лежит себе пивко попивает. Хорошо устроился. — Ты когда на работу устроишься? — спросила она громко. Сережа с просонья приоткрыл глаза, а, увидев жену, мигом спохватился. — Ой, ты уже пришла. Он подбежал к жене и забрал из ее рук сумки. Лиза взглянула на него с неодобрением. — Сколько можно валяться в кровати, Сереж? — спросила она. — Мне уже надоело впахивать одной. Кто у нас в доме мужчина? Лиза посмотрела на мужа и отвернулась, поджав губы. Она думала, почему жизнь так устроена, что в самом начале отношений все хорошо и даже очень. Не замечаешь плохого в человеке. Да, наверное, не хочешь замечать. Любовь глаза застилает. А потом, по прошествии времени, начинаешь искать в человеке недостатки. И их она нашла в Сереже уже великое множество. Они женаты уже восемнадцать лет. — Да устроюсь я, лап, — виновата сказал Сережа, подходя сзади и обнимая ее за плечи. — Идти на копейки нет смысла. Я ищу. Время не пришло, значит. Лиза отвела глаза, вздохнула и пошла на кухню разогревать ужин. Мог бы вообще-то это сделать и сам, зная, что она придет с работы усталая. Лиза Ружинская выходила замуж за Сережу по любви. Огромной. Он был ее первым парнем, стал первым мужчиной. Ближе и роднее его никого у Лизы не было. Он недолго за ней ухаживал. Лиза сбежала замуж от влияния властной и непримиримой матери. Она была против, потому что Сережа был из простой семьи, а сама Лиза... Мать ее, Мариана Юрьевна, женщина творческого характера, с претензией на интеллигентность. Актриса, как она себя позиционировала. Лиза, когда уже выросла и стала что-то понимать, во время произнесения матерью этих слов улыбалась. Мать всю жизнь работала в кукольном театре. Отец Лизы был музыкант, играл на саксофоне и работал в городской филармонии. Нередко подрабатывал на частных мероприятиях. А что делать? У них единственная дочь, провозглашала Марианна, и даже слушать ничего не хотела. Девочку нужно выучить и сделать гордостью своей интеллигентной и творческой семьи. Они все творческие и вращаются в определенных кругах. Мариана Юрьевна лелеяла мечту, что дочь станет балериной. Но хрупкая и угловатая Лиза ненавидела балет. Она все детство провела в секции городского дворца пионеров. Она ненавидела эти занятия всем сердцем. А Мариана только радовалась и мечтала. Вот бы дочь стала балериной, поехала в Москву, перевезла туда родителей. Там атмосфера, люди другие. А то будешь тут до глубокой старости играть чертового колобка в провинциальном кукольном театре. А там другая жизнь, богема. Мариана в мечтах даже закрывала глаза. Но особых свершений и успехов у Лизы не было. Она покорно занималась. Но только потому, что велела мать. Как-то раз, получив серьезную травму колена, которая закрыла ей путь в балет, Лиза вздохнула с облегчением. Ей хотелось жить жизнью обычного ребенка. Ей до смерти надоели постоянные тренировки, даже в выходные. Никакого детства. Папа, конечно, потом водил ее в парк на карусели или в кино, но настроения у Лизы не было. Ведь даже обычное мороженое нельзя было съесть. А так хотелось. Потом Мариана Юрьевна решила, что раз карьера дочери в балете не задалась, то она может попытать счастье в музыкальной школе. У нее такие одаренные родители. Слух у девочки определенно должен быть. К несчастью Лизы слух был обнаружен. И Лиза вновь стала обреченно ходить на занятия. Только теперь в музыкальную школу. Желания заниматься особого у нее не было. Ее одноклассницы уже посещали дискотеки, встречались с мальчиками, а она все брела с большой сумкой в ненавистную музыкалку. Кому это нужно? Только ее маме. А слушаться ее было нельзя. Властная Марианна говорила таким тоном, что ее слышали и понимали с первого раза. И папа, и Лиза. В их семье главой была она. Папа никогда не конфликтовал с мамой. Как потом думала Лиза, берег свои нервы. А Марианна Юрьевна была уверена. Сейчас немного отпусти вожжи, и все, пиши пропало. С мужчинами церемониться нельзя. Каждый должен знать свое место. К чему-то стремиться, зарабатывать, держать семью. И с дочкой тоже миндальничать нельзя. Вон сейчас девушки-то какие, посмотреть страшно. Раскрашенные, с начесами, распущенные, курят. А ее Лизонька должна быть, как из книг Тургенева, ее любимого классика. Марианна считала, что ее дочь должна быть тонко чувствующая девушка. Непорочная, чистая, скромная и хорошо образованная, всесторонне развитая. Она и назвала ее Лизой, как Елизавету Калинину из Дворянского гнезда, которым зачитывалась в детстве. Яркой красотой Лиза не отличалась. Она больше походила на отца. Это был предмет беспокойства Марианны. Она рассчитывала на подходящую партию дочки. Это должен быть умный и интеллигентный мужчина. Ну ладно, в конце концов, красотой отличаться не обязательно. Главное, образование и богатый внутренний мир. Подруг у Лизы не было. Некогда было дружить. Все время девочка проводила в изнурительных тренировках, потом делала уроки и падала без сил. И поэтому, когда она в музыкалке познакомилась с Леной Эвстифеевой, Лиза была на седьмом небе от счастья. Она радовалась, у нее появилась настоящая подруга. У Лены дома была похожая ситуация, девочки сблизились. Их дружба была проверена уже годами. Когда Лизе исполнилось семнадцать, и она поступила учиться в институт культуры, ее папа ушел из семьи. Оказалось, что у него долгие годы была женщина, которой он ходил отдохнуть от семьи, и которая вдобавок еще и родила ему сына. Когда все это вскрылось, в семье Ружинских был грандиозный скандал. Марианна кричала и плакала, проклинала блудного мужа, грозилась покончить жизнь самоубийством. Актриса, усмехалась Лиза про себя. Да ее мать даже папа уже не мог выносить, с ее-то закидонами. Лиза больше всего на свете сейчас хотела, чтобы ей поскорее исполнилось восемнадцать, она стала совершеннолетней и вышла из-под влияния матери и ее желаний. С папой Лиза встречалась иногда, общалась с братиком Вовкой. Мать после этого закатывала ей скандалы, обвиняя в предательстве. А вообще, когда отец ушел, в доме стало совсем уж невыносимо. Марианна постоянно была не в духе, Лиза порой даже ненавидела мать. Марианна полностью переключилась на воспитание дочери. Взрослой, семнадцатилетней дочери. Кому сказать, не поверят. Постоянные проверки, подслушивание разговоров, вхождение в ее комнату без стука. Лиза уже не знала, куда деваться от нее. И когда в ее жизни появился Сережа, и Лиза впервые влюбилась, они сразу же решили пожениться. Но мать была категорически против, закатывала скандалы, выгоняла Сережу. Неужели ты не видишь, что он совсем обычный? Плебей! Кем он там работает? С варщиком? У него даже фамилия. Капустин. Фу! Нет, мама, он водитель, терпеливо говорила Лиза, собирая вещи. Он тебе не пара, вопила Марианна. Ты пожалеешь, тебе нужен совершенно другой человек. Мама, я люблю Сережу, и я совершеннолетняя, парировала Лиза. А как же наши мечты? Кричала Марианна, театрально задыхаясь от слез. Это твои мечты, мама, теряла терпение Лиза, не мои. И что у тебя за мечты? Воздевала руки к небу Марианна. Сидеть с детьми и кормить их кашей? Разве это мечты? Папа в целом был не против, но все же советовал не торопиться, молодые же оба. Да и Лиза учится. Сережа клятвенно заверил его, что они справятся, и Лиза обязательно закончит институт. Лиза окончательно поссорилась с мамой и переехала к Сереже. На их свадьбу Марианна не пришла. Жили они хорошо. Сначала снимали жилье долгое время, потом умерла Лизина бабушка, и молодые обосновались в собственной квартире. Сережа с любовью делала ремонт в их гнездышке. Лиза не могла нарадоваться на мужа. Они все делали вместе. Готовили ужины, ходили по магазинам. Сережа знал, что Лизе нужно доучиться и помогал во всем. Даже сумки из магазина она не носила. Сережа окружил ее теплом и заботой. Лиза жила, как в мягком коконе. Они искренне любили друг друга. Единственной проблемой Лизы было отсутствие детей. Сначала не до этого было. Не было жилья, учеба, а потом вроде бы все устаканилось. И квартира появилась. Ремонт сделали, все обставили, технику купили, деньги в доме завелись, а долгожданная беременность все не наступала. Лиза упорно ходила по врачам, проходила какие-то манипуляции, лечение, пила кучу выписанных препаратов и ежемесячно, с упорством маньяка, смотрела на тесты. Получив отрицательный результат, потом плакала и переживала. И все начиналось сначала. Она очень хотела ребенка, хотя бы одного, чтобы похож был на ее любимого Сережу. Но почему ей так не везет? Вон у Ленки уже двое, и Настя уже такая взрослая. Лиза была крестной севы и любила его без памяти. Всегда приходила в гости с подарками, кроме дня рождения и на Новый год. Крестник ее тоже обожал. Лиза, глядя на него, чуть не плакала. Как же ей тоже хотелось такого мальчика. Но год проходил за годом, а она все это время каждый месяц получала подтверждение от организма, что беременность не наступила. Лиза сходила с ума, бесилась, но поделать ничего не могла. — Ну что ты так переживаешь? — утешала ее Лена. — Ну не все люди могут иметь детей. — Переключись на что-нибудь, глядишь, и все придет само. — Не могу я, Лен, — вытирала слезы Лиза. — Как одержимая стала. Время-то идет. Мне 36, и все вокруг уже задолбали. Когда? Когда? А что я могу, раз даже врачи ничем помочь не могут? Подруги встречались нечасто, зато ежедневно виделись на работе. Окончив институт, Лиза некоторое время работала в школе, преподавала музыку. Работа в школе праздником не была. Лиза ненавидела своих коллег, которые вечно делились свежими сплетнями, постоянно спрашивали ее о детях, и ненавидела самих этих чужих детей и эту чертову музыку. В один день, бросив все, Лиза устроилась по протекции Лены в их риэлторскую контору. Ну что она, тупее обезьяны, не сможет. У нее все-таки высшее образование. Лена быстро обучила ее, и теперь Лиза работала. Сказать, что это была работа ее мечты, она не могла, но она хотя бы зарабатывала, не то что в школе. Тем более теперь, когда Сережа уже несколько месяцев сидел дома и никак не мог устроиться на работу. Сережа на отсутствие детей реагировал спокойно. Ну, нет и нет, что же теперь лбом стенки пробивать? Он любил Лизу, и отсутствие детей его не сильно расстраивало. Вот Лизу ему было жаль, она уже совсем помешалась на этой проблеме. В конце концов, можно дать любовь и ласку какому-то ребенку из детского дома. Он на все был согласен ради жены. Но Лиза хотела только своего, и лечилась, лечилась, упорно идя к своей цели. Глава третья. Лена быстро добежала до сада. Севка покорно сидел на лавочке с воспитательницей. — Вы извините, — запыхавшись, сказала Лена. — Вообще-то мы договорились, что его папа сегодня заберет. Но, видно, не поняли друг друга. — Вы, Лена Борисовна, уж договаривайтесь в следующий раз как положено, — назидательно сказала воспитательница. — А то у нас короткий день. Всем домой ведь охота. Лена кивнула, взяла Севку за руку, и они вышли из сада. Внутри у Лены бушевал справедливый гнев. Ну и чем он так занят на этот раз? Забыть забрать ребенка. Лена шла с твердым намерением разобраться с Женей. — А почему ты опоздала, мама? — спросил Севка, шагая рядом. — Тебя вообще-то должен был папа забрать. Зло отрезала Лена, ее никак не отпускала до сада на мужа. А он не соизволил. — А что ты мне купила? — опять спросил Сева. — Ничего, — растерялась Лена, ругая себя. — Ну, чего на ребенка-то кидаться? Ребенок-то ни в чем не виноват. — Пошли, мороженое куплю. Хочешь? Севка охотно согласился. Они по дороге домой зашли в магазин, купили домой продукты, Севе мороженое. Сева даже помог Лене нести пакет. Лена уже немного успокоилась и с любовью смотрела на сына. Помощник растет. В первый класс осенью. Как время летит? В их квартире гремела музыка. Лена, поморщившись, зашла. Аж на уши надавила. Подбежал Робин, стал громко лаять. Лене показалось, что у нее сейчас треснет голова. Она быстро разулась и распахнула дверь в комнату дочери. — Настя! — прокричала она. — А ну убавь эту чертову музыку, твою мать! Оглохнуть можно! Настя вскочила и выключила музыкальный центр. — Ты с ума сошла? — спросила Лена. — На нас соседи жаловаться будут. Ты с Робином гуляла? — Нет, — потупилась Настя. — Почему? — грозно спросила Лена, раздеваясь. Севка сбросил ветровку и кроссовки и побежал в зал. — Забыла, — виновата сказала Настя. — Она забыла. У Лены дух захватила. Ну что же это за сумасшедший дом? Все все забывают. Хорошо им живется. Мать все сделает. Женя в наушниках спокойно сидел за компьютером, не оборачиваясь. Лена увидела, что он играет в игру. Она резко повернула кресло. Наушники слетели с головы Жени. Он не ожидал такого, даже испугался. Лена застала его врасплох. — Ты что спятила? — крикнул он, придя в себя. — Совсем что ли с катушек слетела? — Ты почему Севу не забрал? — грозно спросила Лена. Ее раздражало Женя на спокойствие. — Сидит он, играет себе. А ребенок в саду последний остался. — А сколько времени? — только и спросил он. — Я тут заработался. — Достаточно уже времени, — фыркнула Лена. — Что с ним говорить? Обнаглел. Никакой ответственности. Она демонстративно повернулась и вышла из комнаты, бросив на ходу. — Ужинать иди. Лена быстро разогрела вчерашние макароны, пожарила сосиски, нарезала дольками купленные в магазине помидоры и огурцы. — Женя! — снова крикнула она. Лена накормила детей, поела сама. Настя убежала на улицу, а Севка сел рисовать. Все уже давно остыло, но Женя не шел. — Все не может оторваться, недобро подумала Лена. Вздохнула, взяла тарелку и вошла в спальню. Женю она застала в той же позе. Лена молча поставила тарелку на журнальный столик и вернулась в кухню. Села на лавку и задумалась. Некогда любимая и уютная кухня, ремонтом которой она когда-то так гордилась. И сколько уютных вечеров они провели тут с Женькой. Сейчас она давила на нее. И обои надо бы подклеить, и занавеска какая-то уже устаревшая. Лампочку еще одну в люстру нужно вставить. Сто раз ему говорила. Бесполезно. Светло же. Всю задницу себе готов отсидеть, но только не по дому помочь. Она вздохнула. Надоело уже ругаться с ним. Лена накинула куртку, взяла поводок. — Робин, гулять! — позвала она. Робин с готовностью выбежал на лестничную клетку. — В выходные поедем на дачу? — сказала Лена мужу, когда они уже ложились спать. — Или мне опять все тащить туда самой? — Поедем! — без энтузиазма согласился Женя. В выходные они ездили на дачу, где с апреля по ноябрь жили родители Лены. В ее обязанности входило еженедельно приезжать в Масловку, привозить родителям набор продуктов по списку и внуков на свежий воздух. Когда у нее будут свои выходные, чтобы она могла, например, просто сходить в кино, к парикмахеру? Все ходит с хвостиком, уже Лиска смеется. А некогда. Дети, ужины, школа, родители, работа. Чертова круговерть! Женя не любил ездить на дачу к родителям, но не мог доверить Лене их машину. Когда-то она помяла бампер. С тех пор Женя неохотно давал ей садиться за руль. Они так долго и трудно выплачивали кредит. Ну, хоть отвезет, подумала она. Надоело самой тягать эти пудовые сумки. А может, побыть там пару выходных дней? Сейчас май, все начинает свисти. Поспать на природе спокойно. Мама займет севу. Успокоенная Лена уснула. Майские праздники выдались теплыми и солнечными. Были куплены все необходимые продукты. Лена замариновала мясо для шашлыка. Она приняла решение, что они останутся на пару дней на даче. Воздухом подышать. Женя нехотя согласился. Настя ехать с ними отказалась. Робина погрузили в машину, усадили рядом с Севой и тронулись в путь. Уж побудь как-то без своего компьютера, с сарказмом сказала Лена. А то семью не видишь. Хватит, а! Сказал он раздраженно. Дача была примерно в часе езды. По дороге заехали на заправку. Севка поел по дороге и даже успел заснуть, уткнувшись в мохнатую спину Робина. После обеда они были на месте. Женя пошел, пользуясь случаем, помыть машину. Сева пошел с бабушкой кормить кур, а Лена почти задремала под пение птиц в старом гамаке. Как хорошо вот так лежать и ни о чем не думать! Вечерком планировался шашлык. Лена прихватила бутылку красного вина. Ее охватила сладкая дремота. Робин примастился под ней. Он всегда охранял сон своей хозяйки. Она не знала, сколько проспала, когда ее разбудил Женя. Лена, Севу тошнит. Что такое? Встревожилась Лена, подскакивая. Отравился? Перегрелся? Она подбежала к сыну. Сева плакал. Ему было плохо. «Зачем ты покупал ему эти вонючие пирожки на заправке?» Закричала Лена. «Это ты виноват!» «Он хотел!» Кричал ей Женя. «Он нормально не позавтракал. Ты не заставила!» Лена махнула на него рукой. Она уложила сына, дала воды с лимоном. Вроде бы рвота прекратилась, и Лена успокоилась. Сева уснул, но к вечеру у него сильно разболелся живот и внезапно поднялась температура. «Точно отравился!» Негодующе сказала Лена. «Или аппендицит, не дай бог!» «Поехали домой!» Скомандовал Женя. «В больницу надо!» Растерянные родители проводили их. Они бросили все, еле доехали до города. Сева постоянно рвало и укачивало. Он плакал, не понимая, что с ним. Лена прижимала к себе сына, гладила по животу. «Ничего, сыночек, сейчас приедем. Не плачь, пожалуйста!» В больнице Севе промыли желудок и поставили капельницу. У Лены отлегло от сердца. «Слава богу! А то всего белого привезли!» Врач сказал, отравление, обезвоживание. «Вы оставьте его до утра», — сказал врач. «Прокапаем, завтра будет как новенький. Заберете под расписку. И, пожалуйста, больше не кормите ребенка едой, купленной на улице». «Конечно, конечно», — сказала виновата Лена. Потом метнула на Женю злобный взгляд. Тот отвел глаза. Севу оставили на ночь в больнице. Лена поклялась сыну, что завтра с утра они с папой его заберут. Они ехали домой. Время десять вечера. «Удались выходные», — думала с досадой Лена. «Возвращаться завтра на дачу? Снова тратиться на бензин?» Шашлыков расхотелось. Настроение было испорчено. Женя молчал, предпочитая не связываться и не навлекать на себя гнев жены. Лене казалось, что ему вообще все равно. Она, сын, дочь. Только этот его компьютер и бесконечные игры. Почему они стали чужими? В квартире снова громко играла музыка. Женя открыл дверь и впустил Робина. «Да что ж это такое?» Напряжение достигло предела. Лена начала выходить из себя. «Никакого покоя! Сейчас я ей задам!» Распустилась. Она скинула кроссовки и решительно направилась в комнату дочери. У закрытой двери сидела какая-то неизвестная собака. «Это еще кто?» Лена совершенно обалдела. «У Насти гости?» Она с силой толкнула дверь и замерла. «Ой! Ой!» Простонала Лена, всплеснув руками и пытаясь закрыть ими глаза. Ее все как током пробило насквозь. «Нет, нет! Это ей показалось!» «Мам!» Испуганно выглянула из кровати Настя. «А вы что, приехали уже? Вы же ночевать должны были остаться!» Лена не нашла, что сказать, только лихорадочно смотрела по сторонам. Наконец схватила лежащее на кресле полотенце и начала им бить этих двоих, куда придется. «Мам!» Кричала Настя. «Не надо!» Парень, уворачиваясь от ударов, пытался натянуть хотя бы джинсы. «Женя!» Орала Лена. «Ты только посмотри на них!» Гремела музыка, лаяли собаки. Лене на секунду показалось, что она сошла с ума. Женя, прибежав и мигом оценив ситуацию, силой вывел жену из комнаты и закрыл дверь. Музыка стихла.